Будут добавлено очень много зеленых площадей, появятся вот такие вот зеленые клумбы с организованными местами отдыха. Будет организовано очень много уютных уголков зеленых, где можно сидеть, отдыхать в тени деревьев. Будет добавлено очень много озеленения, причем мы хотим, как бы мы применяем крупномеры, для того чтобы не то, что мы посажаем саженцы там двухметровые, а шести-семиметровые деревья, чтобы она сразу заработала. Я уже говорил ранее о том, что мы хотим придать этой улице философию. Улица носит название Жебек-Жалэ, и вот образ Жебек-Жалэ, это вот белое покрытие из границы, которое является прообразом этого шелкового пути. А вот эти вот зеленые клумбы символизируют дюны. Можно представить себе, как какой-то караван идет, и бронзовые какие-то скульптуры будут добавлены после этого. Значит, очень много, как бы, посвящено функции. То есть она должна быть живой улицей, где могли бы проводить время, досуг люди. Значит, ну, прежде всего, как бы, это понятно, места отдыха, добавлены фонтаны. Значит, есть сухие фонтаны, это фонтаны, то есть это, как бы, джеты, бьющие, дети очень любят, там белые, понимаете. Значит, детские площадки сейчас отсутствуют, там, да, из-за того, что у нас есть школа, там, да, выходят дети. Мы хотим вот в районе школы организовать интересные детские площадки. Да, вот здесь они изображены. Значит, потом мы отошли от идеи, как бы, вот какой-то центральный большой фонтан, там, да, как бы, советский был вперед. Вместо этого мы делаем много маленьких, да, для того, чтобы много людей могли, там, подойти к фонтанчику. Здесь какой-то фонтан небольшой организовывается, здесь небольшой фонтанчик, как бы, по-моему. Улица эта является местом, где очень много людей искусства, да, у нас есть творожники, музыканты, актеры, которые делают какие-то... Для них не организовано пространство. Вот здесь, например, вот, как бы, очень интересные... Здесь, получается, лестничество из клана, да, когда спускают.